Посмотрим, под что отдана главная площадка. Остается главным таинством, главной и единственной возможной жертвой со стороны христианина остается не принесение жертвы кого-то, а бескровное самопожертвование, самопожертвование своей жизнью, усмирением своих страстей, своей собственной немощи, своей злобы, палочности, эгоизма, зависти, осуждения и так далее. И вот даже я хочу концитировать, в 50-м псалме царя Давида сказано, что жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничтяжит. И христиане приносим жертву в виде попыток стать лучше, смирение, любви к ближнему, стремение к праведности, к прощению людей и так далее. Я думаю, что именно только эта форма жертвенности, она единственная может быть оправдана и желанна не только с точки зрения христианской, но и любой коммунистической точки зрения 21-го века. И мы подошли, собственно, к одной из тем, завершающей новое воспоминание, это мы снова по кругу вернулись к вопросу миссии. Миссии того, для чего мы здесь, для чего мы проводим экологическую неделю, для чего мы говорим про экологию, для чего, опять напомню, мы говорим про четырех столбах, четырех ногах, на которых стоит, единственное может стоять экологическое развитие, экономика зеленая, экономия ресурсов, эстетика и лизин. Все это ради того, чтобы спасти то, что нам дано и то, за что мы отвечаем. Спасти творение, спасти планету, спасти мир. Экологическая палата России в продолжении экологической недели выступает с инициативой проведения весной большого и первого уникального форума, межрелигиозного экологического форума. Мы хотим обратиться с представителями всех ведущих религий, собраться вместе за одним столом и призвать свою паству задуматься о судьбе планеты, задуматься о том, что сегодня в наших руках или остановить вот этот процесс самоуничтожения, который запущен, или спасти творение Божие, или довершить уже запущенный механизм по разрушению всего. И мне кажется, что роль ведущих религий нашей страны в этом может быть колоссальна. Что если они обратятся к своим последователям и скажут, давайте вместе сбережем то, что мы еще можем сберечь. И поэтому в рамках этой экологической недели мы провели православный экологический фестиваль, мы пригласили представителей православной церкви, которая очень охотно откликается на эти инициативы. Я надеюсь, что наша задача, она станет действительно такой мессианской, что мы сможем изменить отношение людей к нашей планете. И мы сможем действительно почувствовать себя людьми новой формации, показать, что мы способны к социализационному развитию, что мы не хотим оставаться в прошлых веках, даже не в средних веках, а в самых диких временах. Мы готовы открыть глаза и посмотреть на истинное лицо тех явлений, о чем мы сегодня говорили. Что мы на себя надеваем, что мы едим, чему мы поклоняемся, чем мы забиваем наши дома. Спасибо большое. Ну, должен обратить внимание, дорогие друзья, хотя мы встречались с представителями, с выступающим представителем, организатором, о фундаментальной науке не говорят. На выступке было много ВИПов, кроме Оксаны Федоровой, здесь никого не было. Из ВИПов, я имею в виду министров, депутатов, губернаторов, не было. Но выступление Ацековского с трудом удалось пробить. Выступление Кушелева признано неформатным. Поступила жалоба, что он некорректно, мы себя ведем на выставке. Говорим, это не те технологии, вот на что надо обращать внимание. Речь идет о новых средствах перемещения в пространстве, речь идет о планетарном проекте, речь идет о миссии, которую Россия может выполнить перед цивилизацией. А можно сделать, который уже сейчас да, как и Макима, где-то в Макиме, и Макима Морозовича это сделать. Макима Морозовича, это первый замбул фигулин. Вообще, в Макима, где-то не везет, но вопрос о внедрении снаемки. Он ухудшим. Ответил, я вам сказал, что мы предъявили, что эти традиции. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Виталий, если для наших зрителей рассказать Вот электромопед, электровелосипед Электроцикл Он специально сделан, чтобы подемонстрировать Возможность этого двигателя Это не изъявляется окончательная Это демонстрация В России создано это Но даже этот демонстратор От какого аккумулятора? 48 вольт здесь очень маленькое На прижине 48 вольт Считаются рекордные вещи Вот сейчас в Германии бегает Такой, как называется, наш мотор Мотор, велосипед Испытывает наш Как-то соотечественник Наш, как называется, представитель И он достиг скорости Более 100 км в час На батарейке 48 вольт Это считается рекордом Идем рекорд на 150 км Но на это надо мужество Ну понятно, что 150 км А запас интересный А запас хода какой у него? Значит, сейчас идут, как называется Испытания Понимаете, в чем дело Поэтому не все ресурсные возможности Данного изобретения еще раскрыты А запас хода могу продемонстрировать Есть фильм «Запорожец», который проехал от Одессы до Киева 600 км на одной зарядке Именно об этом «Запорожец»? Что крайне удивило, что Тесла И он гонялся с Теслы на этих гонках Но бизнес есть бизнес Я у Славы Старухина видел Как об этом говорили А у вас есть фильм про этот «Запорожец»? Есть фильм «Запорожец», пожалуйста, да Могу тебя снять и выпить О, лучше его переписать И переписать, да И там же есть фильм про поиск Как он гоняется Ух ты Да надо на технодромы стрелать Паша, у тебя нет, я выбежал из дома без... Я могу тебе показать? Я ничего лично не сказал Нет, ну ты точно Я вот Славкин имитил в репортаже Я говорю, хорошо снял Ну это можно говорить И ему гордиться вообще-то Ну я знаю, что это гордость Ну я знаю Ну чиновник сейчас, значит... А, значит, сейчас будет проходить форум По электротехнике Организует Росстандарт Он за посещение этого форума требует 32 тысячи То есть входной билет 32 тысячи И мы не можем рассказать на этом форуме про этот двигатель Потому что они не хотят его слышать Сейчас Вот такая игра Сейчас, еще раз, еще раз Значит, сейчас вы пытаетесь... Ну сейчас будет форум раскрытить вас Сейчас будет 8-го часа будет быть форум 8-го декабря, как называется? Да, 8-го декабря По электротехнике Организует Росстандарт этот форум Входной билет 32 тысячи Но у нас нет 32 тысячи Посетите этот форум И я не могу туда прорваться, чтобы рассказать от этого двигателя А там будет, по-видимому, присутствовать представители Сименса, АББ, директора и худые Вот, понятно Вот, и будут рассказать, какие достижения они сделали Сейчас заказы на это двигатели перематывает сама фирма Дуенова или... Нет, значит, сейчас организована огромная армия перемотчиков по всей стране Которые перематывают эти двигатели, обыкновенные промышленные двигатели Они уже бы перемотали на установочную мощность более 10-ти мегаватт Если Крым вовремя перемотал бы эти двигатели, которые мы рекомендовали им Они бы не были в такой, как называется, области Комиссия по лженауке к вам заезжала? Она бы заезжает, комиссия по лженауке, мы им покажем Понятно А официальные вот так были бы... Официальная наука только удивляется Почему можно достигнуть такие результаты? Один в общем, что необходимо просто пытливость ума И изменить концепцию своего опера Да, не искать под фонарем Да, не искать под фонарем, а и брать людей, которые действительно достигли каких-то успехов И эти успехи внедрять Внедрять, господа, господа чиновники, внедрять надо А кто-то из... Они не заинтересованы Вот в этой статье вы увидите Почему они не заинтересованы? Они заинтересованы продвигать... Только иностранные технологии Только иностранные технологии Почему? Потому что на официальном уровне признаны, если медведев перервит лампочку светодиодную И говорят, не такую же Если товарищ Путин встречается с представителями Симитса, стоящего, как называется, Якунина Нам такой же электропривод, нам не надо другой Но нам надо другой привод То есть официальные лица не интересовались запретением? Письма были отправлены, все это дело Но они заинтересованы в трансфере технологии Безобидно и богато Ни за что не отвечают, деньги получают Ничем не рискуют А можно ли запустить мотор колесо? Да, да, да Можно, конечно, ехать Да Евгений Господин Дуинов Запустите мотор колесо А что можете сказать про подрессоренную массу? Потому что много скептиков в интернете говорят, что колесо очень тяжелое и автомобиль будет прыгать Но для того, чтобы сказать под эту массу, здесь надо просто сесть, проехать и ощутить На скорости более 100 км в час велосипед ведет себя очень устойчиво на дороге, очень цепко ведет себя на дороге Говорят, видели кадры, где я ехал на велосипеде и на неровностях скакало колесо Да, ничего не будет Нет, скакало, там скакало Но у нас скачет колесо, оно подрессоренное, ничего не будет Это просто, если люди не могут сделать мотор колеса, они говорят про массу Если люди могут сделать колесо, они про массу не говорят Они просто начинают испытывать то, что делают То есть надо испытывать Надо испытывать Надо испытывать Гироскопический момент работает, не включится видео. Рокозин знает все это дело, товарищ Новых знает это дело, товарищу Доволоковичу лично отдавал статьи по этому делу через разные организации. Доволоковичу лично с ним бесполезно, не знаю, бесполезно, в Паналитийском центре по правительству России репрезентация была, на всех форумах выступали, у Гапановича три раза выступали, письма писали, они говорят, сделайте двигатель, мы готовы испытать, метрополитен, сделайте двигатель, мы готовы испытать. Так это мы можем из своих карманов сделать двигатель, господа, мы можем изобрести, продвинуть, донести до вас, а выдавали, подхватить и делать. Естественно. А почему? Потому что когда они заходят, как называется, в мытище у них, завод стоит этот, по постройке вагонов, мытищный вагон, строительный завод, там только слышали иностранную речь, господа, там только слышали иностранная речь, немецкая речь, там еще какая, французская речь. Лоббирование Сименса, да, вот и весь уфиг. А вот как обойти господина Дуинова, они пока еще не придумали. Хорошо, вопрос такой. Дело в том, что на базе ульяновского автомобильного завода, который был в советское время, приходили и мобилисты, приходили и мобилисты, приходили и автовазовцы, все заинтересованы. У вас, у вас, у вас, у вас. У ЛТУ, да, взять это на халяву, внедрить из себя и выдать за свое. Так не делается, господа. Господин министр транспорта Российской Федерации, Денис Мантуров такой есть, он отвечает за проект-кортеж для создания российского лимузина пятиметрового для президента России и на базе этого еще сделает... Вот я написал статью. Опять бы не системно. Мантуров скажет, дай двигатель. Дай двигатель, секунду, секунду. Они для этого, для концепта, все программы, они предназначены для того, чтобы получить бюджет. То есть, ДВС, двигатель внутреннего гарантия. Послушайте, зачем тратить столько денег, когда есть все готовое? Ну, вы делаете, это тогда электромобиль для президента России. Такие говорится, что пишется программа, а ребята сделали Запорожье за полтора месяца. В Монте-Карус бегал. Вот и весь называется разговор. Пишется программа, они, мами, там, никто не внедряет ничего. Так они совместно с Мантуровым делают как раз этот контекст. Они делают деньги на этом программе. Они делают деньги, правильно, а можно сделать автомобиль для президента. Ну, возьмите, сделайте. Ну, это все слова. Вот я обращаюсь к зрителям и говорю, создайте народную корпорацию. Кроме двух десятков инициативных, все остальные сидят. Теперь дальше про УАЗ. Да можно много заводов перечислять. Нет, нет, погодите. Если у вас есть предложение по УАЗу, давайте мы рассмотрим эти предложения. Теперь послушайте. Значит, в 2016 году они собираются сделать там реинновацию вот этого завода. В 2018 год, когда уже... Секунду, секунду, секунду. Они обратились. Я понимаю, на Славянке они бегают. Это я знаю. Вопрос. Смотрите, а что они делают? Во Флориде есть такой... Зачем нам Флориду? Ну, можно я договорю? Просто договорю. Просто уход в мысли. Надо одному человеку закончить, потом другой. А то, получается, мы как бы друг друга перебиваем. Они подрядили нашего бывшего эмигранта. Орлов есть такой. Фирма Деворла, которая делает тюнинг для УАЗиков. Зачем это делать, когда можно сделать на базе УАЗа выпускать то, что Дююнов подошли. Это системное. Это же автопром. Это не шараж-монтаж. Извините. Это было... Вы какое отношение к этому имеете? Вы что нам предлагаете? Предлагаю. Вот вы говорите, 12 тысяч нужно, правильно? 12 тысяч вам. Мы ничего не говорим. Выход на рентабельность. На рентабельность. Почему не сделать на базе УАЗа для военпрома, копировавшись с Дмитрием Рогозином, на базе УАЗа делать эти военные... Ну, это уже другое дело. Мы не знаем. Какие проблемы у вас есть? Проблема, что Рогозин отправляет вниз, Минпромторг отправляет еще вниз. И все дело замалчивается и заигрывается. Кем? Конкретно. Вадим, Вадим! Значит, Рогозин, он байкер. Вот. Помоги, пожалуйста. Я просто сказал. Я вам говорю, что Рогозину письмо писали, вы говорите... Ну, что писать, когда с ним встречаться? Еще раз. Вас как зовут? Владимир. Владимир. У вас есть возможность с Рогозином встречаться? Подожди. Да? Надо встречаться лично. Вы его лично знаете? Вы писать можете 10 раз. Вы его знаете лично? Не проблема. Ну, нет, если не проблема, вот берите контакты, и вот не проблема. Речь о другом. Давайте контакты. Вот вы теперь дослушайте, пожалуйста. Речь идет на стенде «Глобальная волна» о новой научной парадигме. Вы уцепились в двигатель. Ни Мантуров, ни Путин этим заниматься не хотят. Почему? Объясняю. Никому не интересна экономия 15, 20, 30 процентов. Это фуфло для дураков, для журналистов и обывателей. Нам нужна экономия тысячекратная, новые экономические, то есть экологические, бестопливные источники энергии. Естественно. Вот о чем надо говорить. Мы всего лишь демонстрируем, что уровень чиновничества таков и уровень лоббизма, что что бы ты ни... Наша задача сейчас не пролоббировать вот это дело, потому что мы отстанем. У нас нет возможности модернизировать производство каждые полгода, как это есть на Западе. Потому что у них триллионы прогорают, и они выпускают фантики, на которые... Естественно. Ну вот. Поэтому... Кстати, эти все триллионы осели в Китае. И китайцам нужно вот эти все триллионы куда-то вложить. Опять китайцы. Речь идет о защите Российской Федерации, о российском гражданина. Это понятно. Я рассказываю, просто эти фантики осели на счетах китайского... И в золото переведено. Это все ерунда. Мы сейчас говорим конкретно. Есть конкретный проект, который можно, как называется, в России сделать, произвести, продавать на Западе. И у вас и бизнес-план есть? Как инновационный. Да, есть бизнес-план. Есть бизнес-план. Да, и как инновационный проект. На ориентабель. Да нет, но опять вот смотрите. Вот министр вызывает и говорит, у вас есть бизнес-план. Да это не дело изобретателя. Не дело изобретателя бизнес-плана. Каждый министр – это миллиардер. Мантура входит в журнал Forbes. Ну о чем вы говорите? Личные самолеты и так далее. Поэтому он нанимает группу, которая делает бизнес-план и внедряет. А у него нету этой задачи. У него другая задача. Другая. Делить бюджета, да? Ну мы не знаем, мы не будем. Наша задача – показать, что такой двигатель создан. Создан в России. И в том импортозамещающая эта технология. Что она работает. И в том она создает серьезнейшую конкуренцию всей электротехнической промышленности Китая, Сименса, АББ и прочим. А они сидят как представители на каждом электротехническом заводе. И они также сидят в кабинетах. И в администрации президента. Захожу я в госглубу. И кто в там консультантах сидит. Там сидит в Симе, АББ. Я докладываю. Они слушают эти дела. И чистка. Путин с удовольствием пробил чистку, если бы общество было бы готово. А пока просмотров сюжетов про ролик Дуенова, ну, 100 тысяч, 200 тысяч. А когда будут десятки миллионов и писать на кремлин.ру, где наши отечественные электромобили? Где? Вот, в Тридорстов выступить, там 32 тысячи. Вот, может, реквизиты. Там статью, да? И соответственно. И вы Рогозину статью передадите? Да. Вот это решение. Не надо письма писать и это все. Рогозин лично тоже мало что. Он в реанте. Ну, не мало. Все-таки он военпромом занимается, как бы, да? Скажем так. Если можно выпускать кин, да? Соответственно, для вежливых людей. Почему? Если выпускать для вежливых людей? Да, да, да. Массово, на 12 тысяч. Ну, что... Да, да. Это... Или просто комплект. 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 Мастерский. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok